Продолжение следует... Спасибо за просмотр! Нужно будет сейчас открывать презентацию. Нужно будет открыть и перетащить на... Сейчас она сама... Так, вон она там... Майки все... Так, этот ствол нужен ко мне. Сидит кто-нибудь, да? Да. Вроде... А, иди здесь, чтобы закрывать... Местные проекты... Ну что же... Можно начинать? Ну что же... Начнем-ка наш курс лекций. Зову меня Врагин, Алексей Владимирович. И буду привести вас в студию. Интересный предмет, как операционная система. Сам я занимаюсь уже этим вопросом около 10 лет. Я занимаюсь им практически. То есть я сам разработанную операционную систему. И постараюсь передать часть знаний полученных вам. Будет успешно. Значит... Организационную часть. Рассмотрим, что у нас в этом курсе будет. Значит... Курс будет состоять из двух частей. В первой части мы рассмотрим теоретические основы построения операционных систем. Во второй части мы рассмотрим практику. Там будет и Linux, и архитектология Windows-IT, и ReactOS, и все. Все-все. И в том числе достаточно малоизвестные реализации в плане экзоядерных систем и прочих. Все это мы вживую посмотрим, пощупаем. Будет интересная операционная работа, которая дадут вам практически мировой. Значит... Сегодня... Мы рассмотрим, скажем так, введение. Что это такое? Что такое операционная система? Зачем вообще это нужно? И немножко коснемся архитектуры операционной системы. По информационным ресурсам. Я здесь дал две ссылочки на сайт кафедры и ту страничку, которую я планирую организовать по курсу, где будет выкладываться какая-либо информация. Пока что это ссылка не рабочая. На следующем занятии уже, наверное, сделают. Там будут доступны и слайды, и какая-либо информация, которая будет полезна иметь для выполнения лабораторных работ и по теоретическим ресурсам. Также, вообще говоря, есть для разработчиков операционной системы, есть списки рассылки, вот я вам привожу. У нас, где я участвую, это список разработчиков Алиактоса, там имеет смысл задавать, если у вас вдруг появятся какие-либо конкретные технические вопросы по разработке операционной системы. Там довольно большое сообщество, там несколько тысяч подписчиков, рабочий язык английский, поэтому, как бы, серьезные вопросы туда можете обратиться и получить ответ. Потом есть технические реки, проектор Алиактос, там собрано значительное количество информации, также там рабочий язык английский. Поэтому, наверное, можно почитать, посмотреть. Достаточно часто наши реки пользуются, оно полезно. Но это все уже для продвинутой стадии. Пока что это все будет можно уже вам во второй части курса сейчас. Достаточно будет, как я написал, немножко погубить, и все можно найти. И так много, как я уже сказал, курс наш будет. Один семестр, два модуля. Это, как я сказал, приоритет строения операционной системы и современная операционная система. Мы так и заглавляем вопросы практической реализации. Я сказал, что мы там покопаемся в истории. На лабературных работах будут конкретные, практические задачи, которые, исходя из практики, полезно будет научиться выполнять для того, чтобы это, как бы, не какой-то абстрактный опыт получить, а получить опыт, который вполне вам в последующем пригодится. Это главное. Ну, естественно, упор будет на внутренние устройства операционных систем, и все с этим связано. Ну, а вообще по результатам, что вы, как бы, этот курс, зачем этот курс вообще нужен, и что вы узнаете, прослушив его. Значит, ну, вы будете знать основные компоненты операционных систем, по сути своей, из чего они состоят. Саму архитектуру и как они проектируются. Какие существуют наиболее важные интерфейсы, какие алгоритмы реализуются в операционной системе. Как реализованы наиболее популярные современные операционные системы. И как сделаны малоизвестные исследовательские операционные системы. Здесь в каждом есть свой плюс и свои интересные стороны. Как изучить тоже инэкдурю и левос, так и изучить небольшие экзо-яверные операционные системы. Это все понятно. Ну, а теперь вопрос, зачем. Вполне логичный вопрос. Потому что, исходя из практики, большинство из вас не будет разрабатывать самостоятельную операционную систему. Просто по той причине, что большинство возле вас разрабатывает только в одном томом. Но любой ученый или инженер в области информационных технологий, скажем так, должен это знать и должен понимать основы, как оно работает. То есть это сродни изучению архитектуры МВМ. То есть если даже вы не будете сами проектировать персональный компьютер, планшет или что-нибудь еще, вам нужно понимать, как это работает. Вот в основном на это нацелен мой вопрос. Поэтому, имея все вот эти знания, вы сможете сделать то прикладовку ООО, которое вы потом будете каким-либо возрастом разрабатывать. Сделать его лучше, найти лучший компромисс между, скажем так, каким-то либо производительностью, сложностью или еще чем-либо. И это позволит вам сделать лучше, лучше, чем если бы вы делали абсолютное беззнание того, как оно там внутри работает. Ну и в конце концов, вопрос интересный. Я тоже начал этим заниматься и с чистым интересом. В итоге это выдалось в такой вот практической земле. Итак, собственно говоря, что такое операционная система? Варианты ответов, представленные здесь, вполне показывают, что четкого определения классического, которое мы там могли бы дать и выучить, его не существует. Ну, скажем так, то, что наиболее первому логичному ответу, что это что-то большое, малопонятное, но которое и есть. А тема того, что это большое, да, действительно, современные операционные системы достаточно большие, состоят из миллионов строк кода. Допустим, в ReactOS это 5 миллионов строк исходного кода, все из которых компилируются и, в общем-то говоря, являются неотъемными частью операционной системы. То есть, как бы, все так вот вместе. Но, ладно. Интуитивно, как бы, подойдем к тому, что же это вот есть такое, что такое операционная система, зачем мы не знаем. Для этого, в общем, рассмотрим саму вычислительную систему, что это есть, из чего она состоит и что ей нужно доработать. Во-первых, у нас есть аппаратное обеспечение. То есть, это классическая картинка, которую я привожу уже годами, рассказываю годами, когда определяется место операционной системы в компьютере. Есть аппаратное обеспечение, есть операционная система, есть прикладное обеспечение. Вот без одной из этих частей у нас никакой компьютер, в принципе, работать не будет. То есть, для того, чтобы делалась какая-то полезная нагрузка, нам нужно прикладное ПО. Для того, чтобы прикладное ПО работало, нам нужна операционная система. Ну и, собственно говоря, на чем все это работает? Это все работает вот на аппаратное обеспечение. Поэтому можно интуитивно определить, что такое операционная система. Это, скажем так, или это библиотека, или это набор программ. Но это все то, что не нужно писать программисту при разработке программного обеспечения. То есть, этим всем можно и нужно просто пользоваться. Поехали. Тут есть такой некоторый, как бы сказать, дуализм. То есть, с одной стороны, операционную систему можно рассматривать как библиотеку. И это действительно так. То есть, например, операции ввода-вывод. Да, ими можно пользоваться, их можно вызывать из операционной системы. И никаких с этим проблем нет. Это все вот как библиотека. Но, с другой стороны, это не совсем так. Потому что для использования процессора и памяти мы никаких системных вызовов не делаем. Мы не называем это как библиотека. И, в том числе, операционная система может сама вмешиваться в процесс выполнения. Это не характерно для классического библиотека. Вот по иерархии, о которой я только что говорил, по поводу трех основных слайдов прочислительные системы. Но вот здесь, в самом верхнем, назначен пользователь. Ну, это все как бы очевидно. И так, более-более огромный. Вот самый нижний слой, аппаратное обеспечение, в которых АГВР. Туда входит, естественно, все то, что реализовано здесь у нас в железе. Процессор, память, система хранения, диск, основная память. Все, 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 все в этом, все здесь включается. В данный следующий уровень. Операционная система, мы идем снизу вверх. Операционная система управляет тем, как прикладное программное обеспечение пользователя, пользуется вот этим аппаратным обеспечением. Это очень важно для него. Ну и прикладное FLO конкретно решает поставленные пользователем задачи. Это там или это база данных, или это какая-то там бизнес-логика, или это еще что-либо. Что угодно, что конкретно, чтобы пользователем можно такую задачу решить. Ну и, понятное дело, что мы говорим всего о пользователем, который ставит эти задачи и требует их выполнения. Итак, подходим к главному вопросу, зачем нам нужна операционная система. Значит, во-первых, это удобно для прикладного программного обеспечения. Это упрощение разработки. Например, вместо использования низкоуровневого доступа, то есть адресации, допустим, дискового контроллера через регистр это устройство, что, мягко говоря, не очень удобно, используется высокоуровневая абстракция в виде файла, куда можно записывать данные, считывать данные, не заботясь о том, какой стоит жёсткий диск, какой контроллер жёсткого диска, каким образом осуществляет функциональный доступ, или через какой протокол. Всё это как бы абстрагируется операционной системой. И это лишь один пример. Остальное оборудование также обстрагируется. Эта часть задачи понятна. Затем, упортируемость или переносимость на различные конфигурации. То есть, в принципе, нам, допустим, не важно, какая там в этом ноутбуке стоит графическая карта, NVIDIA или ATI. Мы можем выводить трёхмерную графику, двухмерную графику, не заботясь о том, какая конкретно графическая карта стоит. Для этого есть также высокоуровневая абстракция. Ну, и также это удобно для пользователей. Операционная система представляется сервисом по безопасности. То есть, она защищает программу от других программ, распределяет ресурсы на эту программу. И позволяет эффективно использовать вычислительные ресурсы. То есть, разделяет один компьютер между многими пользователями. и позволяет одновременно выполнять несколько программ, чтобы компьютер не урастал. Вот. Какие вот есть основные вопросы по операционным системам? То есть, как мы определили, зачем? Теперь следующий логичный шаг будет понять, как вот это всё построено. Саму операционную систему. Ну, во-первых, это структура, как организована операционная система. Во-вторых, это распределение, так названное здесь. Это то, как разделить или как распределить ресурсы между пользователями. Кому, сколько и всё должно быть справедливо и всем. Затем, как эти ресурсы обозначить, как их именовать. Для того, чтобы, опять-таки, реакцировать распределение между пользователями и программами. Затем, безопасность. Каким образом каждый пользователь или каждая программа защищена от других пользователей или программ? Ну, вопросы безопасности для примера чуть дальше рассмотрим. Далее, производительность. Операционная система должна доставлять наименьше, скажем так, overhead, чтобы были наименьшие выпадные расходы. Она должна всю производительную, числительную мощность процессора, расходовать преимущественно на прикладные задачи, а именно на себя. Надёжность является большим вопросом. Что произойдёт в случае сбой? А сбой – это всё-таки достаточно частые явления. И это не обязательно парадный сбой. Это может быть сбой программного обеспечения в силу любых причин. Это может быть и специально вредоносное программное обеспечение, может быть и плохо написанное программное обеспечение. Операционная система должна от этого обязательно защищать. И это одна из других функций. Также расширяемость. Как добавляются новые возможности в операционную систему? Это должно происходить каким-то образом естественно и логично, не требуя каких-либо серьёзных изменений, например, перекомпиляции всего вибрации. Ну и последний вопрос – это естественно коммуникация. не только сейчас, а вообще сетевое взаимодействие на самом деле важно. Поэтому это входит в вопросы по строению своей системы. Далее. Следующий вопрос – это параллелизм. Операционная система должна предоставлять возможность одновременного действия, одновременного вычислений, одновременного процесса ввода и вывода. И всё это не должно блокировать другие задачи по возможностям. Масштабируемость также является одним из вопросов. Как? Что случается, когда возрастает требование до ресурса? Операционная система должна найти вопросы, каким его позволяют делать и так, чтобы всё остальное тоже работало. Вопросы хранения данных. Это постоянство сделать так, чтобы данные сохранялись в программу, можно запускаться и завершаться, а данные должны неким образом где-то храниться при системе хранения запрещения. Как уже было сказано, это взаимодействие, как компьютер, взаимодействие, но это самое-то себе, взаимодействие организаций в кластер и распределённые участники. Ну и естественно, любые ресурсы должны их использование давно учитываться. Итак. Исходя уже из всех этих вопросов, их достаточно много, наверное, их сходу тяжело все сопоставить, но попробуем ещё раз теперь ответить на вопрос, что такое операционная система. Уже более конкретно. Итак. Операционная система представляет основу и среду пополнения для прикладных программ пользователей. Поэтому, что в это входит? Это общее абстрактное представление ресурсов, которые могут запрашиваться и использоваться прикладными программами обеспечения. Под ресурсами понимается это всё. Это и вычислительный ресурс процесса, это память, это устройство ввода ввода ввода, это дисковые программирующие, это всё тот, чем пользователь для головной было. Это в том числе и сетевые коммуникации, это всё-всё-всё. Ну и три простых цели, ради которых всё вот это делалось. Это сделать компьютер более удобным в использовании, в том числе и для программистов для пользователей. Сделать более эффективным и безопасным. Естественно, безопасность у нас, это одна из наиважнейших задач. Теперь, чтобы более точно определить, чтобы логически это найти, мы рассмотрим историю операционных систем. То есть мы её рассматриваем не просто для того, чтобы, скажем так, получить какие-то знания просто так, как оно развивалось, а все те отработки, которые есть сейчас в области операционных систем, они все логически вышли из вот этих вот 60-х годов. И поэтому, когда мы сейчас подойдём к функциям операционной системы, к тому, как это сейчас сделано, то будет достаточно очевидно проследить логическую связь. Вот поэтому посмотрим, почему операционные системы существуют в том виде, в котором они есть сейчас, у нас включая, самые современные включая тот же андроид и всё остальное. Более точно определим функции современной системы. И в том числе, почему важно наделить внимание историю развития, потому что сейчас, вот вполне, скажем так, в новейшей истории, тот взгляд мобильных устройств, которые наблюдают сейчас эти смартфоны, планшеты и всё остальное, он в некотором роде повторяет историю компьютера, которые, в своём очередь, тоже имеет несколько повторений. Это персональный компьютер, мне это вроде повторял веки сто лет, в предыдущем поколении, там и на фрейме, и всё остальное. Поэтому, чтобы предупределить, как дальше будут развиваться те же смартфоны и планшеты, полезно будет всё вот это вот узнать. Итак, в общем видео. Сверху у нас самое-самое-самое старое. То есть то, что было ещё в 60-х годах. То есть самое первое было это последовательное выполнение задания. Вообще, без операционной системы, скажем так, безусловно, просто это выполняли задания первой компьютеры. Вторая пошла уже пакетная работа. И мы уже и мультипрограммируем пакетную систему. Извините, а что вы просто хотят попробовать? А мы сейчас по каждой вот этой пункте, подробно расслабляем, я просто сейчас полную, чтобы продлину, как мы подойдём к системе разделения времени, и уже в конце мы уже будем понимать, как работает современная операционная система. Ну не как работает, конечно, а как подошли к тому, что операционная система приняла такой вид. Почему всё вот это вот так? Потому что никогда не было такого, что кто-то, какой-либо учёный или кто-либо ещё, подумал и сказал, а вот компьютерам нужно определить операционную систему, вот она должна быть такой, 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 такой. Нет, вот этого ничего не было, потому что ко всему этому подходилось логически шаг за шагом. Поэтому нам и стоит это так же вот довольно кратко рассмотреть, что мы будем рассматривать там все эти части операционной системы, попробовать, как что и работает. Но вот откуда всё это выросло, вот это вот мы сейчас для этого и посмотрим. Итак, вот последовательное выполнение. Это самый ранний этап. Операционная система, можно сказать, что она вообще отсутствовала. То есть это как бы был такой вычислитель, который производил некоторые действия. Аналогию, если, может быть, кто-то интересовался, в некотором роде есть с современным микроконтроллером. Там также можно сказать, что операционная система как бы отсутствует. Хотя она представлена там в виде библиотеки или чего-либо ещё. Но в некотором роде это повторяет опять-таки эти вот ранние этапы. Так вот, в вычислительной системе с последованием выполнения программист работал напрямую с аппаратурой. Естественно же, это производило целый ряд компетов. То есть затрачивалось много времени на то, чтобы подготовить программу к запуску. Нужно было совсем оборудованно работать напрямую с системой. Никакого понятия того, что правильно или что-либо ещё не было. То есть это был напрямую доступ через все эти решения центрального процессора, его ввод-вылок и коммуникация с аппаратами. Программировать было сложно. Оно и сейчас не очень легко было. По сравнению с тем, что было тогда, можно понять, что это было достаточно сложно. Ну и никакого автоматизированного планированного задания, естественно, не было. Время, которое в частительное время резервировалось на специальной табличке, распечатанной на бумажке. Поэтому тут о каких-либо вариантах автоматизации даже не было и речи. Переходим дальше. Так как стало очевидно, что ситуацию надо как-то менять. Простое последнее выполнение с резервированной бумажкой долго не проработано. Поэтому дальше к следующему логичному шагу было давайте мы этот процесс как-нибудь автоматизируем. составим пакет задач, которые будут выполняться. Некоторые схожие. То есть, допустим, поэтому инициализация какого-либо установки оборудования будет одна общая. Потом выполняется прогон ряда задач, все, дальше переключается уже на следующий пакет. За счет этого что получилось? Уменьшилось время на подготовку программы за счет того, что подобные задания группировались в один пакет и исполнялись уже одним этим пакетом. Это и были те самые первые мейн-фреймы. Что там было? Для того, чтобы каким-то образом следующим логичным шагом заявлялось, надо каким-то образом эти пакеты заданий управлять и контролировать. Поэтому тогда еще первым этапом возник язык управления заданий Job Control Knowledge JCM Я его еще буду упоминать дальше в слайде, поэтому обратите внимание на эту аббревиатуру. Я не всегда там буду на слайде, это еще в кроме. Поэтому JCM это значит язык управления заданий. Зачем их он может? Как это выполнение идет автоматически, последовательное выполнение. И автоматически передается управление от одной выполнившейся задачи к другую. Поэтому, чтобы этот процесс неким образом был записан, для этого и придумали этот язык. Тогда же возникла одна очень важная часть. это резидентный монитор. То есть это была та часть в памяти тех первых компьютеров, которая всегда была резидентной. Я думаю, здесь можно эту доску использовать немножко. Я не вынес это изображение на свой, поэтому... Алексей, можно пока ты стираешь, я так немножко дополню? Чуть-чуть. Просто ты рассказываешь, народ может просто не понимает даже какого рода что тогда решалось на компьютерах. ну просто компьютер это была очень дорогая система, там за миллионы долларов, которую себе отдельный человек позволить не мог. Соответственно, на компьютере выполнялись программы, там может быть целого, целой организации, там допустим, научной, военной. Народ конкурировал за доступ к компьютеру. Вот именно поэтому, значит, если, как говорил Алексей, планировать задания на бумажке, то есть это просто, значит, вот там с десяти утра до одиннадцати, считает там Джон Смит, да, с одиннадцати до одиннадцатридцати, там кто-то еще там, значит, считает. Значит, вот это вот как раз было неэффективно, потому что там у Джона Смита там на двадцать минут раньше закончилось, компьютер стоит, там ничего не делает, значит, надо его уж как-то занять. То есть понятно, да, о чем идет речь? Речь идет не о том, чтобы в интернете посидеть, да? Речь идет о том, чтобы максимально большее количество задач пропустить через компьютер, значит, чтобы он наиболее эффективно использовал. Правильно я говорю? Да, абсолютно верно, я просто думал, что это... Очевидно, да? Вроде очевидно, да. Она что? В шестидесятых годах речь, конечно, стала о том, что... Ну, кстати говоря... Вы знаете, когда мы... Вот, я специально сделал эту тему обобщения, потому что вот первой фазой развития было, есть очень важная вещь, когда время компьютера было дороже времени человека. Вот это как раз о чем только что и было сказано. Ну, до этого мы еще дойдемся сейчас, как раз это такое, как бы обобщить все то, что сказано. А вот вторую фазу, это стало тогда, время человека стало дороже времени ВМ, и тогда уже интерактивное общение с компьютером. Так вот, провод резидентный монитор. Память вот этого первого мейнфрейма, она стала вмещать в себя не просто одно задание и некое пространство для него, она стала вмещать вот некую постоянную часть. Вот эта часть, она, собственно говоря, на резиденцию, потому что она такая вот постоянная. А вот это вот все, соответственно, подгружалось. Я тут с ней общаюсь, вот так вот. Вот именно вот эта вот часть и стала первым таким прообразом к тому, что сейчас называется операционной системой. Поэтому я так воодушевленно вот об этом говорю. Этот момент надо хорошо прочувствовать, потому что появилась та постоянная программа, которая начала управлять пользовательскими задачами. И вот впоследствии, впоследствии мы сейчас это посмотрим, операционной системой и стали развитием вот этого монитора. Естественно, я надеюсь понятно, что в данном случае английское слово «монитор» не имеет ничего общего с вот этими вот устройствами, которые вы смотрите сейчас в компьютере. Те, кто его хочет, значит, мы можем посмотреть перевод свой монитор с английского языка. Значит, это как раз только что, про что я сказал. Монитор постоянно находится в памяти, управляет последовательностью действий, которые выполняет этот компьютер, решает такие задачи, и включает интерпретаторы языка управления заданием. Что вот этот монитор делает? Какие его были задачи? Это, во-первых, это загрузка заданий, пользовательская программа, дополнительная программа, то есть, например, он мог подгрузить некий компилятор или что-либо еще. И, собственно, сами данные для обработки. И даже в дополнение он мог загружать дополнительные нерезидентные части этого своего монитора и общие функции необходимого для программы. Так называемая загрузка по требованию. То есть, даже вот это вот, то, что мы сейчас видим, опять-таки, это еще, наверное, 60-70-е годы, но тогда уже было некоторые вот это вот основы тех самых плагинов, модулей и всего того, что сейчас уже в повседневном обиходе встречается и в том числе загрузка по требованию. Те же. Да и летки, примерно. Можно так разобрать. Далее. Для чего был разработан этот язык управления заданием? Специализированный тип языка в программировании используем для управления работой того самого монитора. То есть, ну, там, такие базовые вещи, как какой компилятор используем, как загружать программный код, как загружать данные, ну, все то, что необходимо в меню. Вот. Ну, понятно, что я вам рассказал, что он управляет последовательные действия, и цикл выполнения. вот как этот компьютер, первый, то есть, числитель, доработал, да, сейчас, как раз, вот, вот, заправил. То есть, в начале монитор загружает задачу и передает управление вот это вот первое, первому загруженному заданию. затем это задание выполняется и когда разрешено управление, когда разрешено выполнение, управление передается назад монитору, который дальше уже согласно вот этого своего программа неузаложенной, выбирает следующее задание и передает управление ему. И так до того, как вот этот вот бэдж этих заданий, этот пакет выполнился. есть ли какое-нибудь задание организовало на различных цифрах? да, а вот, это же, вот это и есть ключевой момент, зачем, зачем нужен вот этот монитор, да, потому что так бы мы могли бы сказать каждому программисту, вы там в конце вставьте что-то, передайте следующему, вот, для этого этот монитор и следит за этим, но, вот сейчас мы этого коснемся как раз, значит, но прежде мы посмотрим, это я сказал с точки зрения монитора, как происходит процесс выполнения, а с точки зрения процесса, в начале он исполняет, естественно, инструкции с памятью, которая находится здесь, сам монитор, затем управление передается инструкцией в ту инструкцию в область памяти, естественно, вот это выполняемое задание здесь, и затем, передается обратно сюда, да, значит, что мы можем по этому поводу сказать, да, то есть если, вот в той пользовательской программе, в пользовательской заграмме, есть какие-то ошибки, то они опасны для всей вычислительной системы, то есть, вот, программа, которая вот здесь вот, задание 1, она может записать, значение в память суда, может записать и в сам монитор, что приведет к неминуемой проблеме, либо у следующего пользователя, когда Джон Смит, не записавшись на листочке, придет, обнаружит, что его программа совершенно некорректный образом работает, либо сам монитор при завершении работы, при завершении задания, уже, соответственно, не сможет сам работать. Опять-таки, очевидно, что это проблема, ее надо каким-то образом решать. Ну и последнее, что, так как, вполне правильно был задан вопрос, задача может и не передать управление обратным монитором, она может зацепляться, и так и висеть вот здесь вот, в времени. Особенно, если у нас первое задание, что-то есть под Куртово, то задание 2, оно тут и будет висеть. Пока весь этот компьютер перезагрузили заодно, что достаточно дорого, наверное, это было. Так вот, да, подумали, зачем, скажем так, изобретать все это опять заново и заново и заново. Ведь многие пользовательские программы выполняют достаточно похожие действия. Поэтому решили сделать, объединить все вот эти вот какие-либо общие для всех программ действия в библиотеку тот программ. Например, это очень удобно было операция ввода-вывод. Так как устройства хранения были достаточно громоздкими, и адресомателем не достаточно сложно, то решили сделать это один раз, а не чтобы каждый человек, пользующийся и университет в машине писал свой интерфейс системы программ. Выше описанные проблемы, они на самом деле определяют дальнейшее развитие архитектуры производства систем с того момента. то есть все вот эти вот достаточно такие вот примитивные и очевидные для нас сейчас вещи, они определили все вот это в дальнейшем развитии. Итак, когда вот это вот все стало людям очевидным, возник, соответственно, вопрос. Сам компьютер, сам участитель, можно каким-то образом модифицировать, чтобы добавить поддержку для решения вот этих вот обозначенных проблем. Потому что решить их программными, чисто программными методами, не представлялось возможным. Поэтому первое, что это решили защитить память монитора, чтобы пользовательские программы не должны иметь возможность адресовать память монитора. То есть вот это вот решили убрать вообще, чтобы вот это не могло случиться в принципе. Затем, отчасти это связано, отчасти нет, но появилась необходимость в привилегированных инструкциях, которые могут выполняться только вот этим вот монитором. Далее. Должны быть какие-либо временные ограничения. Какой-либо надежный таймер, который мог бы нам отчитывать время и сказать, что вот эта задача зависло, вот это задание зависло, его выполнение. Но нужно прекратить сейчас этим заниматься и человек, который стоял рядом, смотрел так, что долго работает. Надо бы, наверное, кнопочку нажать и перезагрузить. Ну и последний пункт, он может быть не очень очевидный, из предыдущего. Но это поддержка к ИРЛА. За счет этого операционной системе дается больше преимуществ в управлении пользовательской программой. Как бы он монитор снимал зацепившуюся задачу, или он просто перезагружал бы эту систему? Я и так понимаю, что у нас еще только монитор, а сами задания друг от друга некратно защищены. То есть, в принципе, задание 1 могло начать исполнять ход задание 2. Да. И как тогда вы снимаете вот это задание 1? Нет. Ключевое мнение, что переход от одного задания к другому осуществляется только монитором. Никогда задание 1 на прямой не передает управление заданию 2. Ну, искать ошибку было, нет? А если ошибка тогда была, это задача монитора. Нет, в смысле, если как-то задание 10 делать джамп на задание 2. Что у нас делали? Это ситуация ошибочка. Вот в данном случае, когда мы говорим, вообще в первой системе возможно было сделать джамп на монитор, или джамп вообще в любое место, или записать сюда что угодно.